Ни для кого не секрет, что лето – один из лучших сезонов для посиделок у костра, шашлыков, походов, сборов грибов и ягод и многого другого. Но это также и время года, во время которого чаще всего случаются лесные пожары. Нередко они возникают из-за непотушенного костра, брошенной горячей спички или вылетевшего из ружья охотника пыжа, начинающего тлеть и поджигать сухую траву. Но угрозу представляют даже брошенные в лесу бутылки и осколки стекла. В солнечную погоду они фокусируют солнечные лучи, как зажигательные линзы. Выделяют три вида лесных пожаров – подземный, торф, низовой – по нижней кромке деревьев и земле, и верховой – самый быстрый в распространении, так как поток ветра быстро раздувает пламя по верхушкам деревьев. Как правило, его тушением занимается авиация. Ущерб, который наносится, он огромный, потому что гибнет не просто лес, а гибнет не просто деревья и древесины, гибнет экосистема, лесная экосистема. Гибнут животные, которые там оказываются, и просто не могут. Ну, кто-то может выскочить из системы пожара. Многие бывают окружены кольцом, и они просто никуда не могут девать. Вот когда бушевали пожары в Австралии, два года назад, весь мир обошла картина, когда стоит пожарник, а рядом, прижавшись к его ноге, стоит маленькая коала, а кругом вообще пожар, то есть кругом все полыхает. И она не знает, куда деваться. Она дикое животное прижалась к ноге пожарника, потому что это единственная возможность. Вот эти ситуации, они на самом деле невероятно страшны, потому что гибнут не просто леса, гибнут экосистема. В целях предотвращения лесных пожаров пожароопасный сезон запрещается. Бросать в лесу горящие спички и окурки. Оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки. Разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке. Под низко свисающими кронами деревьев. Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, по деревьями. Разводить костры в местах с сухой травой и оставлять их горящими после покидания стоянки. Если вы обнаружили пожар в лесу, следует немедленно сообщить об этом в МЧС. Администрации района или лесничеству. Если обнаруженный вами пожар еще не набрал силу, следует принять меры по его тушению. С помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ забрасывания кромки пожара землей. Наличие вышек в лесах обязательно для того, чтобы люди могли с вышек наблюдать за пожаром в лесу распространения. Контроль природоохраны, ответственность населения, работа с населением, воспитание, образование в этом плане. Это все очень важные составляющие на самом деле. Но вот если пожар только начинающийся, если его можно потушить, скажем так, да, можно потушить, то, конечно, взрослый человек может принять эти меры и, соответственно, пытаться затушить водой и так далее. Но если пожар уже идет и набирает скорость, то надо, конечно, немедленно просто сообщать о нем. То есть, скажем, уходить и сообщать об этом. Выводить жителей из районов и поселков, если это, скажем так, люди, принимающие решения, или просто ответственные жители, которые просто должны вывести людей, вывести скотину. В начале июля в Казани уже вспыхнул пожар у Лебяжьих озер. Горела трава. Площадь распространения огня достигла 500 квадратных метров. Спасатели боролись с пожаром на протяжении 8 часов. К счастью, он был ликвидирован без пострадавших. У нас горел лес в лесопарке Лебяжья. Вы с возгоранием работали, то есть его потушили. Потому что лесной массив, ближайший к Казани, такой крупный лесной массив, это именно лесопарк Лебяжья. Городской лес, он сейчас официально в этом статусе идет. Там есть посадки искусственные, там есть и естественная территория. Поэтому достаточно высокое разнообразие ваншафтов. И возгорание здесь, оно, конечно, скажется сразу на степень озеленения города Казани, потому что это городская территория. Лесопарк Лебяжья играет большой процент в степени озеленения Кировского района. Поэтому дает 33% за счет лесопарка Лебяжья в первую очередь. Каждое лето лесные пожары начинаются с неизбежностью, приводящей в отчаяние. К этому нельзя привыкнуть, но можно постараться предотвратить. Соблюдение мер безопасности и правил поведения в лесу поможет в этом нелегком, но важном деле. Давайте вместе сбережем природу для себя и будущих поколений. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универновости.